поэтому здоровки амиго погнали посмотрим видосчик зомби андрес продолжается господа я вас категорически приветствую коментах под прошлым видео я задался вопрос а стоит ли проходить вообще зомби андрес на что я получил ответ в стиле если не похуй то проходи но так как мне вообще похуй и я ничего искать не хочу и я пройду и так кто не в курсе этот джеймс и он еблан и сейчас мы выполняем его задание которое тоже гениально в данный момент нам необходимо вернуть его машину которую он похерил в соседнем поле сваливает военных и вроде бы задание изи но как только нам начинается к нам сразу скачет охотник который не прочь отхлестать нас по яйцам ой начало как всегда шедеврально затем когда дела с охотником улажены к нам прибегает другой на что это какая-то однорукая хуятина которая просто толкает нас в ебало пока мы не сдохнем уже достаточно весело а после того как мы наступаем на метку задания и вовсе появляется ведьма которая сносит нам голову с одного удара но все это полная хуйня потому что у нас есть джеймс вот это пиздец с этим дебилом вот просто что с ним с таким товарищем и враги не нужны все пизда запутался на суша фразы я теперь понял как как эта фраза реально близка к истине 2 дам не в ебало пожалуйста еще разок еще разок хуи поэтому мы и вынуждены придумывать всякого рода обузную хуйню первое что я здесь попробовал это скипнуть мобов для этого нам понадобится . живой не застрявшие во всякой хуете джеймс рядом с тачкой и метка на которую мы встаем и сразу съебываем нахуй потому что ведьма не шутки отъезжаем метров на 500 чтобы все что там заспавнилась пропала нахуй и едем обратно не знаете этот способ оказался слишком хорош пропало все вплоть до машины джеймса и где блять дальше еще машину охотник ищет нас он нашел раньше следующее что я понял что ведьма девка тупая и у нее проблемы с тем чтобы обойти забор что в принципе дает неплохие шансы и расстрелять если конечно же с вами не джеймс которая расстреляет забор вместо ведьмы и она выбежит и набьет вам ебало юбаный урод но у него всегда были проблем зачем зачем стрелять в нее если можно в забор ли мы со стенами заборами и в принципе я бы ее таким макармы расстрелял но в следующий раз как я пришел машина джеймса стояла прямо на метке скажите мне что это она охуен садимся забираем джеймса пытаемся не взорваться куям охуеть вас здесь ребят не ну ебучую бабку конечно же не угомонить это невозможно блять потом она вроде как жалилась и мы спокойно едем домой ну как спокойно разве что борясь с уёбским ландшафтом по которому машина джеймса вообще не способна ездить хорошая дорога отличная тачка джеймс мощная на этом все миссия комплит он говорит нам спасибо и сразу же начинается следующее задание теперь нам необходимо добыть бенз потому что в его супер каре он закончился для этого мы поедем на соседнюю заправку но вы в принципе в курсе потому что это те же самые миссии спасибо ребята комплит абсолютно другая игра отправляемся на рандеву с танком он спавнится около заправки чтобы нам было веселей раньше я его скипал уезжая в ебеня затем возвращаясь обратно но теперь этого делать нельзя новая версия дает о себе знать так сказать поэтому мы вынуждены кататься вокруг заправки две минуты пока джеймс расстреляет его скалаша затем забираем пенс и едем домой все на этом миссии джеймса заканчиваются и он успешно съебывает дальше пропажа джо наш побег из дома выстрел в ногу и трехминутная катсцена поездки до причала причем это не шутка это реально три минуты поездки от первого лица затем мы появляемся в хибаре тима если что этот тим он тоже ебаклака еще похлеще джо и джеймса они видимо по степени аутизма распределены так начинается время самых охуенных заданий здесь нас щадить не стали первый же квест и полная пизда едем за продуктами как раньше но теперь нам не нужно грузить ящики теперь тим будет взламывать дверь а мы в свою очередь будем защищать его от зомби их как обычно 148 миллионов на руках оружие дерьма так что дефать нереально чувство это будет охуенно они еще не дают встать за и бок и как же это пройти спросите вы очень просто причем мне кажется это единственный способ это запрыгнуть на крышу бензоколонки если что это уровень сложности нормал просто так к сведению и других способов пройти я не придумал минуту расстреливаем бомжей подбегающих тиму далее нам показывают охуенных размеров ящики погруженные в пикап после чего нам необходимо доехать до дома дальше тим размышляет на тему как бы отсюда съебать и садясь на мысли вызвать помощи едем на горку где предположительно должен жить еблан с рацией спойлер он свою отжил берем утру по рацию отстреливаемся от зомби и вуаля теперь начинается самая прекрасная миссия это спуск с горы в нашем распоряжении пикап который сделан видимо из папье-маше и разносится в щепки от малейшего попадания калаш и замедление времени на табу что же нам будет мешать доехать до нашего дома это различного рода додики расставленные на всем маршруте также вертолет который хочет пробить нам в ебало еще и баклаки на мотоциклах с остальными лицами охуенно пацаны а чё с ебалом то это 762 если чё а вам похуй ну я понял на бывает и они тоже не прочь сунуть нам в тёпыч ой бать сможем ли мы проехать город давайте посмотрим а ну круто круто сверхчеловек какой-то блять стоит на крыше прилетел около него со сверхзвуковой скоростью и он все равно попал через три пизды в меня ну нормально а то слишком слабо чё-то блять по всей горе расставлены какие-то пидарасы с тобой ездят блять 45 мотоциклов вертолет летит но это и при всем при этом это наверное единственная упрощенная миссия и по сути все что сделали это убрали гренадёров и и добавили возможность взорвать вертолет либо понизили мух и потому что до этого я его ни разу не взрывал поэтому на изи чё проходим тратим 20 минут вообще ерунда так мы переходим к последней миссии с тимом которая тоже шедевральным у тима хуёвых миссии нет в общем после того как мы добыли радио мы ебедем к реке чтобы отправить сигнал о помощи приезжаем теперь необходимо вызвать спасателей ну как вызвать теперь необходимо дефать тима пока он будет вызывать спасателей в очередной разучи своей старенькой нокии поэтому нужно немного времени где толкова минуты сама время минуты ожидания и все это пока вас беспрерывно хуярит зомби надо сказать отменная миссия это лучшие 30 минут в моей жизни давайте по порядку вот мы прибыли на место тим начинает вызывать 9 11 в время столпилась огромная толпа зомби естественно стандартное желание поджечь их с огнемета но он нет чутка пламени попала на тима после чего он забежал в воду дабы не сгореть и остался там первая мысль клёво теперь его точно не там не отпиздят но тим не дурак чтобы так просто давать нам победу он там все равно сдох потому что вместо того чтобы плыть он там бежал блять я не эксперт конечно на тим определенным мертв далее я пробовал агрить всех зомби на себя чтобы тима не пиздили но случилось то чего не ожидал никто тогда они пиздят меня все чё поиграли звони лучше в скорую один бомж ударил затоптали лично шансы были также я пробовал залезть в тачку в ней ездить нельзя герой тупо там чилит и так как зомби в воде умирают я просто решил переплыть на другой берег и знаете это сработало я по отстреливал бомжей когда он звонил а потом когда он закончил я просто подозвал его к себе так мы посидели еще две минутки и прикатил спасатель я не понимаю так и должно быть все удобно от через пизду удобно кстати да видимо да так мы попадаем на корабль здесь нас встречает генри капитан корабля рассказывает местные порядки и отправляет знакомиться с экипажем так мы встречаем кэрилл конора клэмми и оллет у тебя блять 148 лет те к земле готовится пора после знакомства идем генри он говорит о том что дерьмо случается и на нем зацикливаться не надо и вообще шел бы отдыхать дальше затемнение экрана и мы узнаем что ему нужна наша помощь он сообщает о том что оллет больна и ей необходимы медикаменты да ладно это ебучая бабка о чем ты думал не давай в пизду этот город давай я лучше сам улажу все я просто пойду и выброшу ее за борт я тебе гарантирую медикаменты и нахуй не будут нужны на наш уговор он не откликнулся так что придется ехать в больницу компанию нам составит тим и клэмми стоп это а ну это знакомый такая радость миссия обещает быть охуительной приезжаем в больницу сбор лекарств напоминает первую миссию с тимом только взламывать теперь будет клэмми мы же будем бегать как и баклак и отстреливаться от зомби наша задача не меняется в общем минуту бегаем как еблан попутно отстреливая зомбарей от клэмми после чего садимся в тачку едем в доке и кстати да это первая миссия где нас не отпиздили как ребенка привозим лекарства после чего к нам подходит тим и клэмми и предлагают поучаствовать в еще одной авантюре а в общем им каким-то хуем стало известно что бандиты будут перевозить свои припасы через мост и именно в этот момент на них нападут военные мы же под шумок спиздим припасы бандосов нас эти истории уже доебали поэтому мы всячески отказываемся но как только мы слышим что нас назвали трусом мы сразу же соглашаемся видимо фамилия майкла макфлай так что выдвигаемся и башен на своем пикапе к мосту и занимаем позицию ждем пока бандиты перепиздят военных потом добиваем оставшихся и валим на фургончике это так по плану обговаривалось по итогу они просто встали по центру моста и дали мне пизды а нихуя вы придумали долбоеба вылет о хватит на сегодня причем ответили мне при играла столько сильно что же та у меня вылетела меня же это никак не остановила я привычный блять я играю во всякие говномоды на stalker вылетать она стала на каждой смерти на этой замечательной миссии причем не только на смерти блять это был тим ебаный в рот а это был а этот долбоеб это клемми а перезапусков было достаточно очень нравится что они выходят просто и бьют не ебало да так прям реалистик после того как я все-таки нашел точку неопиздюливания на этой платформе и стало намного полегче мне даже удалось сесть в этот злосчастный автобус правда я прострелил ему одно колесо нить что сделала его супер управляемым алёй ёбаный урод ты сядешь ой какой же ты везут и нахуй вообще ну что тим пора может сейчас вот сегодня здесь сейчас он сядет за тебя блять наконец-таки старый хуй оселил дверь не думал что это случится поначалу я думаю что самое сложное это заставить тима сесть в тачку но я ошибался потому что как только мы съезжаем с моста за нами летит боевой вертолет который ебенит по нам ракетами а так как мой фургончик был в прекрасном состоянии все колеса почти целы то я уехал не особо далеко во второй раз я все-таки постарался оставить колеса своей машине так что без проблем доехал до доков что в принципе и закончила мои мучения с данной миссией так переходим к следующему выясняется что генри крайне обеспокоен тем что клэмми грустит по своему пареньку которого потеряли ну как потеряли он дома сидит но за ним же блять надо сходить еще на его поиски мы собственно и отправляемся чекаем андреев тупо к нему на хату подводка к заданию шикарно ибо как это так чтобы кэрол грустила но такого быть не может надо его с помощью языка жестов просим его выйти он говорит что сейчас даст нам пизды тогда говорим что ищем друга кэра он сразу же открывает слушаем его охуенные байки про то как он спиздил важные документы у ученого и что из-за них теперь за ним охотятся бандиты смекаете да это звучит так как охуенная подводка к охуенному заданию это именно она ебучая стрельба из машины на ходу а ну сюда как по моему из да да он точно ну блять их настолько вдохновила ебучая гора что вот ей ограничиться нельзя было ехать конечно здесь поменьше где-то километр на этом пути нас встречает 4 машины и где-то 5 челиков один из которых с гранатометом ну так как бы лайтовенько а нихуя да отличная задумка и так как подобные миссии проходят с банальным везением и запоминанием всех врагов мне понадобилось где-то 10 минут чтобы это осилить виден прогресс да полностью с тобой согласен майк в общем приезжаем в доки узнаем при на приятнейшее известие посредством нашей дефолтной красной пасты мы узнаем что бандиты взяли в плен а лет и клэмми а позже прислали нам голову клэмми как это произошло зачем блять это не объясняется в общем мы едем мстить так мы на черном фургончике едем на базу бандитов на химзавод на тот самый который мы взрываем в дефолтные сюжетки сан-андрес подъезжаем к стеночке залазим на нее и отсюда уже осуществляем расстрелы снайперской винтовки всего что стреляет нас в ответ и вот это наверное как раз таки самое простое задание за всю модификацию развалить всех бандитов оказалось на удивление плевым делом а вот найти а лет это уже надо уметь чтобы найти а лет у меня ушло 7 минут я бежала этот завод вдоль и поперек смотрел даже под шкуру тигов но это оказалось задание действительно для настоящих сыщиков потому что по сути найти надо было не а лет вот это что это за лупу просто хуй знает что это скорее всего это наверное мешки группы он мне ответил я его спрашиваю что это он говорит хуй знает что но графоний он фотореалистично и так как на бабку все равно всем похуй продолжаем черпая информацию из нашего красного полотнища мы узнаем что поступил крайне слабый неточный сигнал с о помощи на которой мы естественно откликнемся так начинается наше вертолетное задание в общем на карте есть некое количество точек которые необходимо проверить в поисках нужно мы должны быть ребята которых необходимо спасти на все про все нам дано 7 минут так что я тупо по карте прикинул маршрут который заденет все точки и полетел это бы наверное было самым простым заданием если бы я конечно умел водить вертолет ебаный в рот сейчас спасу чувствую после того как мы нашли нужную нам точку оказалось что сигнала помощи отправила некая аманда которая спасла нашу алису алиса если что это наша сестра в принципе это единственное что мы вынесли из этой беседы теперь нам необходимо прилететь обратно причем не просто прилететь посадить его ясно короче понятно смотрим все таки управление вертолетом сажать садить это весело снова снится прекрасный сон только теперь надо не бежать а ехать на мотоцикле а так как я еще и еду крут заебок не все красное вырек разная меня какая-то блядь для выдры чебля пошел к она насколько жопа просто сгорела уже нет ты продолжишь все равно проходить не но опять же не исключает что кому-то такое может даже и понравится я правда не знаю как а как проходят со всем этими же со всем этим жестким блядством либо на сообразительность либо просто нравится жопа боль дырка и так далее что ж ребята всем спасибо за просмотр подписывайся не подписаны увидимся следующем видеоролике всем пока пока